Третий день Роскомнадзор пытается заблокировать телеграмм в России. За эти три дня проблему испытали сотни совершенно не связанных с телеграммом сервисов. У вайбера и одноклассников отказали некоторые функции. Школе Skyeng пришлось отменить занятия, потому что не работало у них там ничего. В Кремле даже остановилась продажа онлайн билетов. Прямо на сайте было написано, что из заблокировок нельзя теперь в Кремль купить билеты онлайн. Многие бизнесмены, мелкие и средние, написали в своих соцсетях, что пострадал их бизнес, у кого-то не работала доставка, у кого-то не проходили платежи. Люди жаловались на работу банкоматов и касс, отваливались популярные игровые сервисы. Роскомнадзор в попытке отключить непокорный сервис заблокировал за несколько дней 16 миллионов IP-адресов. Телеграмм же продолжает спокойно работать без каких-либо дополнительных средств обхода блокировок. Я вот сейчас на телефоне у меня открыт Телеграмм, на ноутбуке у меня открыт Телеграмм и никаких проблем я не испытываю. У меня ни VPN ничего не стоит, все работает вообще отлично. Вчера Павел Дуров выпустил очень важный текст, в котором, кроме прочего, пообещал поддержку тем, кто обеспечивает работу сервисов обхода блокировок VPN и Proxy. В рамках цифрового сопротивления, децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса, я начал выплачивать биткоин-гранты администратором Proxy VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединиться и участвовать в настройке Proxy VPN серверов и их финансированием. Павел Дуров. Стараниями Роскомнадзора, который сейчас бегает с дубиной по интернету и грамит все на своем пути, Павел Дуров на наших глазах превращается в лидера российского протеста. Для многих Дуров сегодня олицетворяет прекрасное светлое будущее, свободное, безопасное, неподконтрольное самодуром в погонах и этим карикатурным районным судам, штампующим решения по указке сверху. Дуров с команды делает продукт, который за пару лет начинает конкурировать с разработками ведущих IT-компаний с Google, с Facebook. Продукт, который легко и просто покоряет мир. Уже 200 миллионов пользователей, из них в России только 15 миров. То есть это продукт, рассчитанный на весь мир, и основная аудитория находится вне России. Много ли знаете таких разработок, которые были бы популярнее за рубежом, чем внутри России? Дуров делает то, что не может сделать вся неповоротливая государственная машина. Он конкурентоспособен. И он показывает, что в современной России нет спроса на таких людей. Из здоровой страны Павлу Дурову не пришлось бы уезжать. Он развивал бы здесь свой бизнес. Россия могла бы гордиться, что у нас есть не только ядерная дубина, но и конкурентоспособные современные технологии. Именно поэтому любому здравомыслящему человеку сегодня так обидно. Эта несправедливость по отношению ко всем нам сплотила за эти несколько дней оппозицию ярых сторонников власти. Потому что у России хотят забрать не просто какой-то мессенджер. Хотят забрать надежду на то, что еще не все проебанное. Что мы еще что-то можем сделать. История с блокировкой Телеграма показывает, насколько далеки от реальности люди, управляющие страной. Миллиарды рублей тратятся на всех этих бесчисленных чиновников. Им придумывают новые ведомства, наделяют неограниченными полномочиями. Сегодня у государства есть вообще все. Полностью карманная подконтрольная дума. Такие же карманные подконтрольные суды, лояльные СМИ, силовики. Они могут в любой момент разрушить жизнь каждого из вас. Они запытывают в отделениях, могут посадить или вынуть уехать из страны любого. На дворе 2018 год. И все эти совковые пауки не такие уж и страшные, а скорее смешные. История с Телеграмом это классический сценарий хорошей сказки, где добро всегда побеждает. Хотя изначально кажется, что шансов на победу нет. В схватке с Телеграмом Россия обязательно проиграет. Потому что прошлое не может победить будущее. Конечно, пойдя на принцип, загнанные в угол и раздавленные своим бессилием надзорные органы, могут вообще отключить интернет. Вы думаете, они остановятся? Нет, конечно. Завтра дума спокойно примет закон, по которому за использование запрещенных мессенджеров вас будут сажать на 15 суток. И полиция начнет всех хватать на улице, проверять ваши телефоны. Если что, будут упаковывать. Но будет ли это победой? Прямо сейчас, глядя на этот цирк, читая интервью этой серой слизи, кто-то собирает чемодан. Они не хотят строить свой бизнес в России. Они не хотят, чтобы однажды к ним пришел очередной майор с дубиной и попросил ключи от Телеграма. Сегодня весь прогрессивный мир, от США до Китая, от Объединенных Арабских Эмиратов до Новой Зеландии сражается за мозги. Это значит, что страны и города создают такие условия, чтобы к ним ехали гении со всего мира. Конкурентоспособными страны делают не территории, не залежи нефти. Это делают люди. Уродливая, неэффективная и неповоротливая система из десятка непонятных министерств и сотен тысяч бесполезных чиновников делает сегодня все, чтобы мы проиграли. Чтобы у России не было будущего. Чтобы в будущем не было сильной России. Устанавливайте себе Телеграм, пока его не стерли из App Store и гугловского магазина. Изучайте, что такое Proxy, что такое VPN. Помогайте своим знакомым, друзьям. Рассказывайте им о том, что происходит. Потому что самое главное, это свобода. Подписывайтесь на канал и распространяйте этот ролик. Всем пока!